Это зоологи. Всех вместе в ночном лесу. Их собрала сова. Аномальная сова. Поздняя весна, время слетков. Мы гуляли по Ташкентскому ботаническому саду, который в это время года наводнен новыми птичьими семьями. Как вдруг, среди уже привычных голосов южных птиц, раздался звук, которого здесь совершенно не могло быть. Мне сотни раз доводилось слышать его, но на тысячи километров севернее. Это же голос ледка ушастой совы. Но в таком южном городе, как Ташкент, ушастые совы не только не гнездятся, но и даже редко попадаются в парках. Сад в большом столичном городе. И вдруг, первая регистрация гнезда ушастой совы. Это будет настоящая сенсация для зоологической общественности, если удастся подтвердить. Этот факт, конечно же, вызвал интерес у местных орнитологов. В результате собралась группа энтузиастов, впрочем, не очень-то верующих, что это ушастая сова. В такой кампании мы и отправились подтвердить или опровергнуть эту находку. Но из-за большого числа посетителей в саду до самого закрытия стоит нескончаемый шум. И все, что нам удалось увидеть, прячущаяся в листве ушастая мамаша, но совенок не показывается. А значит, нет подтверждения гнездования. Так дело не пойдет. Нужно приходить вечером, уже после закрытия сада, для посетителей. Через несколько дней, договорившись с администрацией бот-сада, мы вновь отправляемся на поиски совенка. Последние посетители уходят, и ворота сада запирают. Наконец, мы остались с птицами наедине. Пока не стемнело, мы размещаемся на месте и расставляем съемочное оборудование. А сад тем временем наполняется звуками ночи. Один из ведущих голосов – сплюшка. Это тоже сова. Небольшая, голосистая и обычная для этих мест, а потому нас сейчас не очень интересующая. Наконец, появляется тот, ради кого мы собрались. Отблеск глаз в кроне выдает его. Совенок ушастой совы вылезает на открытое пространство и начинает громко пищать. Так он зовет родителей, чтобы те поскорее принесли ему еды. Недалеко от него мы услышали голос другого совенка. А потом третьего и четвертого. Вот уж действительно сенсация, так сенсация. Мало того, что это первое зарегистрированное гнездование ушастой совы во всем регионе, так еще и такой большой выводок. Хотя за потомством следят оба родителя, прокормить четырех слетков – задача непростая. Всегда приятно прийти в гости пернатой семье, особенно такой редкой. Но долг засиживаться мы не стали, чтобы не мешать выкармливанию совят. Зафиксировав этот уникальный случай, мы поспешили оставить совят и их родителей в покое. Пусть расширяют свой ареал и дальше. Субтитры создавал DimaTorzok